Общение, риски и привилегии. 1 Коринфянам, 11 глава, 17 по 26 стих. Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее, ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю, ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Приимите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери. И сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Размышления, часть первая. Думать прежде о других. 1 Коринфянам, 11 глава, 17 по 22 стих. Вечеря Господня и средств приобщения к благодати Иисуса Христа превратилась в почву для распро и дискриминации. В Каринфской церкви богатые вдовь едят и пьют, оставляя неимущих ни с чем. Павел напоминает им, что все мы призваны Богом думать прежде о других. На любых церковных собраниях и программах мы должны не себя спешить обслуживать, а в первую очередь заботиться о других. У себя дома мы можем беспрепятственно наслаждаться Божьими благословениями, а в церкви нужно сначала послужить другим, прежде чем послужить нам. Давайте стремиться быть людьми, которые отказываются от своих привилегий в пользу других людей, чтобы те чувствовали в церкви принятие и заботу. Какие искушения во взаимоотношениях с другими верующими у вас возникают? Как в церкви вы можете больше заботиться о других, нежели в себе? Размышления, часть 2 Радоваться Новому Завету 1 Коринфянам 11 глава с 23 по 26 стих Дабы поставить Коринфян на место свое Павел напоминает им о освященном Таинстве Вечере Господней Когда мы берем хлеб и чашу, мы оказываемся как бы вовлечены во все три измерения времени Мы оглядываемся в прошлое на смерть Христа на кресте Принимая виною хлеб, символизирующий кровь и тело Христа Мы, настоящее, радуемся Его присутствию И мы с нетерпением смотрим в будущее, ожидая Его пришествия Святое Причастие дает нам возможность одновременно вспоминать и провозглашать то, что совершил Христос Он призывает нас наслаждаться дарами Нового Завета Бесконечно откликающимся в наших сердцах Чтобы наши отношения с Ним только углублялись Какой аспект Вечеря Господней имеет для вас наибольший смысл? Что еще помогает вам помнить о том, что Христос совершил для вас? Молитва Дорогой Господь, я не могу поверить, что Ты установил Новый Завет с такими несовершенными грешниками, как я Помоги мне всегда наслаждаться тем, что Ты совершил для меня Любить других и призывать их к встрече с Тобой Во имя Иисуса Христа я молюсь Аминь Мир Божий, дорогие друзья, у нас для вас прекрасные новости Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день Помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok